Всем привет! Сегодня у меня пятница и у меня начинается новая вышивальная неделя. Вы видите перед собой прибрежный вид, потому что в конце прошлой недели у нас выпала цифра 2 на кубике и у меня под ней прибрежный вид. Собственно на прошлой неделе я вышивала прибрежный вид и вот на этой меня ждет снова прибрежный вид. Покажу вам как он у меня выглядит на данный момент, но на самом деле я хочу нестандартно начать эту неделю а именно не с того процесса, который выпал, а с другой работы. Но этот сюжет я буду вышивать обязательно. Это не отменяет необходимой, ну такой минимальной хотя бы нормы в тысячу крестиков на этой работе, но будет и кое-что другое, ну в смысле начнется не с него неделя моя. В нем я буду вышивать, ну продолжать вот где-то в эту часть, ну как в прошлый раз я вышивала, меня в общем-то тут разбросало в разные стороны. В основном все-таки здесь работа продвинулась, но также и где-то вот здесь и вот здесь тоже. Поэтому как будет в этот раз не знаю, но примерно я думаю, что где-то так же. Будем продвигаться потихонечку к морю через вот эти вот здания и те, которые близко расположены, и те, которые дальше от нас находятся. Так с чего же я начну? Так, отодвинем немножко. А начать я хочу эту неделю с новой работы, со старта, с нового процесса. Это один из самых небольших процессов, которые у меня запланированы, может быть даже самый маленький, по крайней мере, что касается вышивки. Это мышка от JustNan, вот эта мышка-ведьмочка. И я очень хочу ее вышить буквально вот сегодня, но я думаю, что крестики мне удастся сделать, я как-то в это верю. А сборку я надеюсь сделать завтра. То есть я прямо планирую быстренько-быстренько ее вышить. Почему мне так вдруг загорелось вышить эту мышку? Потому что в воскресенье у нас будет вышивальная встреча, и мне хочется принести на эту встречу эту замечательную мышку, потому что встреча осенняя, осенью, хэллоуин, ну да, он еще не скоро, но вряд ли мы еще осенью будем собираться. Поэтому мне хочется вот именно в этот раз принести эту мышку замечательную на нашу встречу. Вот, поэтому мне хочется ее сделать быстренько. Сегодня вот у меня пятница, завтра, соответственно, суббота, и вот за эти два дня, ну, сегодня у меня уже вечер, в общем-то, ну, в общем, да, мне нужно быстренько эту мышку вышить и еще и собрать. Я думаю, что это хорошо, что я вот решила так сделать, потому что это меня сразу замотивирует собрать эту мышку, я не буду это точно никуда откладывать, вышью и буду заниматься сборкой. Так, ну и давайте посмотрим, что же у меня тут есть. Ну, в первую очередь, это, конечно же, сама схемка. Вот здесь вот на обложке мышка в разных ракурсах. Вот так выглядит замечательно. Так, схема у нас черно-белая, такая вот небольшая. Здесь у меня есть пак. Я тут уже все открывала, смотрела, да и вам, собственно, показывала. Так, 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 так. Вот здесь у нас шляпа. Так, покажу. Пробую. Вот такая шляпа ведьминская, красивая, с оранжевым таким ободочком, и здесь еще впереди такой камушек фиолетовый. Очень красивая шляпа. Больше всего мне нравится вот во всем этом пакетике, наверное, шляпа. Маленькое привидение, которое, ну, какое-то такое пластиковое. Его не видно, вот так, наверное, лучше будет видно. Вот такое вот пластиковое привиденице плоское. Так, дальше что у нас тут еще есть? Хвостик. Теперь снова перевернем. Хвостик. Вот такой круг. Это будет низ мышки. Очень красивый тоже, даже как-то жалко немножко, что его будет не видно. Кусочек фиетра для того, чтобы сделать метлу для мышки. И бисер оранжевый цвет, 15 номер. Ну, в общем, наверное, может быть, милхил или что там у нас указано в ключе. Интересно, вот с этой стороны не указан. То есть здесь просто ниточки DMC и основа, которая понадобится. А вот если посмотреть с этой стороны, где у нас указаны символы и также нитки DMC, то здесь вот есть символ именно оранжевый бисер. Но вообще больше ничего не написано. И описание здесь же есть на английском языке, правда. Ну, ладно, разберемся. Так, что еще хотела сказать по именно этому сюжету, по этой схеме. Если вдруг вы будете вышивать, просто я с этим столкнулась. И думаю, стоит об этом упомянуть. Что ниточки 971 DMC сейчас нет. Вместо нее используется цвет 740. Вот с этим я столкнулась. Очень активно я искала нитку 971. Пока не догадалась, что, видимо, она уже не производится. Как оказалось, заменяется она цветом 740. Все ниточки у меня собраны по ключу. Вот пара цветов у меня еще пока не перемотаны. Надо будет перемотать. Вышивать я решила на лукане. Надеюсь, что нормально он у меня будет сшиваться. Вот. Мне кажется, что по цвету очень уж он хорош. И очень подходит именно к мышке. Мне кажется, будет хорошо. Вот. Тем более, ну, 32-й каунт здесь рекомендован. Как раз 32-й каунт. Правда, рекомендован Belfast. Белфаст в цвете Stone Gray. Но я решила использовать ту основу, которая у меня есть. Я надеюсь, как уже сказала, быстренько ее вышить и собрать. Буду ли я вам показывать промежуточный этап, я не знаю. Посмотрим. Может быть, что-то сниму. Если мне это будет еще удобно именно саму съемку сделать. Подробно показывать, как собирается мышка, я не буду. Во-первых, мне кажется, там не должно быть ничего сложного. А во-вторых... Ой, а где же я буду усы брать? Здесь усиков нет в комплекте. А вот здесь на фотографии, на обложке усики есть. Так, про усы мне надо выяснить. Что хотел сказать. Таисия Дягилева, по-моему, снимала видео по поводу сборки этих штучек. В том числе мышки, кажется. Так, ну, в общем-то, все. Я приступаю к выполнению своих планов. Надеюсь, что смогу вам все это показать в ближайшее время. Сегодня у меня уже понедельник. И я хочу вам показать то, что я успела сделать за эти несколько дней. Ну и первое, конечно же, что я вам покажу, это мышка. Я ее сделала. Я с ней справилась. И, в принципе, мышка получилась достаточно такая милая. Маленькая. Очень она махонькая по размеру. Сколько сантиметров? Давайте посмотрим. Ну, если замерить вот так. 4,5 сантиметра в высоту она получается. То есть, совсем такая крошечка. Но по объему работы, работа такая немаленькая. Здесь предстоит, если вы соберетесь ее вышивать. Ну, не только ее, а и других мышек тоже. Честно говоря, крестики я не считала. Но прикидываю так, что где-то 700-800 крестиков с учетом бэкстича здесь, наверное, есть. Потому что здесь довольно плотненькая зашивка идет вот в этой части по низу. Здесь прям все зашивается. Здесь такие привидения с двух сторон. Вот и вот привиденица. Тыковка, которая хвостиком загораживается. Еще ушки тут вышиваются. Глазки. Тут тоже что-то вышивается не совсем понятное. И паучки. Вот с этой стороны три паучка. И с противоположной точно таких же три паучка. В общем-то, вышивка мне доставила удовольствие. Цветов обычно у Джастнен используется немало. Здесь очень тоже такие есть плавные переходы. Хотя, казалось бы, где тут быть переходом. Но, тем не менее, есть. То есть, например, тыква вышивается двумя оранжевыми цветами. Это не однотонный такой круг. Плюс в тыкве есть еще и четвертинки. Здесь у нас два оттенка фиолетового. Точнее, сиреневого. Именно посветлее сиреневый и более темный фиолетовый. Есть зеленый оттенок. Помимо оранжевых оттенков, есть еще такой желтый. В общем, цветов здесь действительно используется много. Но как-то вот вышивать ими все равно приятно. Лично мне нравится. Мне это интересно. Четвертинки здесь используются еще помимо... Тыквы в ушках у мышки. И, пожалуй, все. Глазки вышиваются болгарским крестом. Смирно стичь он еще называется. Что здесь еще? Пучки мне очень понравились. У них тоже вот эта тельца, серединка вышивается тоже болгарским крестом. А лапки здесь бэкстич. Бэкстич, конечно, вот именно... Да не только здесь. В принципе, здесь, учитывая, видимо, размер этого изделия, здесь, конечно, бэкстич идет несчетный. Но благо мы вышиваем на равномерке обычно такие вещи. И делать его несложно. Но стежочки прям такие через одну ниточку получаются. Зато смотрите, какие славные паучки. Они прям вот такие настоящие. Покажу вам еще и поближе. Вот так. Метла. Метла изготавливается из зубочистки и фетра. Кусочек фетра вложен в набор. Просто разрезается, надрезается с одной стороны. И потом накручивается на зубочистку с помощью ниток. Фиксируется. Привидение, которое было тоже в наборе. Шляпка и хвост также были в наборе. Я их использовала. И вот такой круг для нижней части. Ну, вот не совсем понятно, почему такая красивая штучка внизу. Но, в общем-то, она для утяжеления, чтобы мышка стояла, не падала. Но зачем для этого использовать такую красоту? Ну, пусть будет, да. Мне не очень понравилось, как у меня получилось собрать вот эту нижнюю часть мышки. Я не особенно довольна результатом. Но, честно говоря, намучилась и уже решила не переделывать. Что вообще касается сборки? Ну, как вы поняли, сборка мне далась не очень легко. Самым простым, конечно, для меня было это сшить бескорнюшечным швом вот эту часть мышки. Это все было просто. Это один шов. Обычно, когда я собираю какие-то малявки, кубики и так далее, разные конфигурации, обычно больше таких швов. Здесь вот он буквально один. Это было быстро. Дальше нужно мышку набить. Нужно зафиксировать вот здесь. Я там еще дополнительно пробовала вставить картонку, чтобы на нее натянуть вот эту часть. Но, в общем, как-то мне все это не очень понравилось. Что еще? Хвост также вставляется снизу. И вот так вот он выглядит. У меня он как-то вот со шляпой слишком близко находится. Я не знаю, то ли я что-то не так сделала, то ли, ну, просто конфигурация такая. Мышки все немножко разные. У них разные аксессуары. И даже хвостики тоже могут быть разные. Поэтому, если вы будете вышивать какую-то мышку, у вас может быть все немножко по-другому. В данном случае, что мне понадобилось дополнительно? Ну, как я уже сказала, зубочистка. Это, я думаю, у всех дома найдется. А вот другие вещи, возможно, и не у всех. Усики здесь предлагается сделать ниткой. Толстой швейной ниткой написано. Но у меня толстой нитки не оказалось. Я подумала, что если делать мулине, то будет не очень хорошо. Ну, то есть они будут достаточно тоненькие. Это будет не очень красиво. И я вспомнила о том, что у меня есть черный ювелирный тросик. Я взяла его. В чем была сложность? Это в том, что ювелирный тросик не проденешь с помощью иголки. Как это предполагалось сделать с нитками. Поэтому мне приходилось брать каждый кусочек тросика отдельно. И протягивать, пытаться вставить его с одной стороны носика. И вытащить с другой стороны носика. Это достаточно сложно. Учитывая, что здесь несколько слоев основы. Причем у меня основа довольно плотная. Это луком. И, может быть, через Болфос было бы чуть-чуть полегче. Эту процедуру нужно проделать три раза. Что я сделала с трудом. После этого я усики подрезала. Ну, так как посчитала той длины какой. Ну, наверное, нормально. И зафиксировала капелькой клей с одной и с другой стороны. Я использовала в момент кристалл. Так, что еще? Ну, такие вот у меня усики. Ну, такие вот жесткие усики у моей мышки получились. В принципе, я довольна. Дальше мне понадобился еще вот такой пин. Вот видите, здесь такой кружочек над шляпой. Это пин, с помощью которого шляпа прикалывается к мышке. Но она не держится с помощью него. Она еще дополнительно приклеивается. Здесь я, опять же, использовала клей, чтобы немножко приклеить вот здесь. Собственно, да, шляпу с пином тоже немножечко зафиксировать. Плюс шляпу я промазала клеем с двух сторон. Она, видите, вот если я сейчас так вот попробую вам показать. Да, вот так, кажется, видно. Она не прилегает полностью к мыши. Она вот идет такой изогнутый край. И, по сути, мыши шляпа касается только двумя частями полей. Да, впереди и сзади. И, соответственно, я вот именно их клеем смазала и приклеила, да, чтобы зафиксировать эту шляпу. Как мне кажется, ну, тоже такое, знаете, не очень, может быть, удачная конструкция. Хотя, вроде бы, держится. Здесь я подумала о том, что не у каждого дома может оказаться вот такой вот пин. Может быть, конечно, ну, другие люди, когда готовятся вышивать подобную работу, читают сразу инструкцию. Но так как инструкция на английском языке, и это для меня представляет некоторую трудность, я заранее не читала. Я думала, что, ну, где-то я интуитивно разберусь, где-то что-то посмотрю. Ну, где-то воспользуюсь переводчиком, да, переводчик по фото тоже, в общем-то, спасает время от времени. Вот. И вот выяснилось, что нужен, вот, допустим, пин. Вот так. А, да, по идее, нужно еще было два маленьких пина черных, чтобы приколоть вот это приведение через глазики, ну, чтобы у него, как бы, такие черные глазки были, приколоть тоже к мышке. Но этого у меня уже не оказалось, и я просто приклеила приведение на вот ручку этой метлы. Вот такая мышка получилась. Здесь, в принципе, она мне нравится, она получилась довольно милая, довольно симпатичная, но я поняла, что больше я мышек делать не буду. Слишком уж они трудозатратные, ребятки, и достаточно мне будет одной мышки. Вот так. Давайте покажу вам сейчас сравнение с обложкой. Вот, кстати, она чуть крупнее, чем на обложке получилось, да, вот, посмотрите. Так, очень похоже. Немножко покрупнее, немножко почетче, немножко поярче. Вот такая красотка. Что мне понравилось? Это мне понравился вот сам процесс вышивки. Мне понравились, в общем-то, аксессуары, которые были вложены в набор. Хвостик симпатичный, шляпа очень классная. Ну, даже вот это милое приведение тоже вполне такое, ну, симпатичное. Хотя можно было и без него. Мне кажется, здесь это так, не самое необходимое. Ну, вот эта штучка тоже к качеству претензий нет. Так что бисер, да, здесь еще входит в набор бисер. Бисер оранжевого цвета, пятнашка, петит. И он у меня остался. Его еще хватит. На одну мышку точно хватит. Там его не так уж приличненько, в принципе, но не так уж много. Вот такая мышь. Но, помимо этого, я вышивала и прибрежный вид. Сделала необходимую норму, которую планировала. Вышила я 1406 крестиках в этой работе. И, мне кажется, в этот раз довольно заметно мое продвижение. Вероятно, за счет того, что в этот раз я вышивала много полукрестом. И, соответственно, у меня вот это вот пространство заполнилось достаточно сильно. Я добралась до моря. Смотрите, у меня тут кусочек моря вышелся. Немного, но все же я решила его вышивать частями. Что касается именно этого цвета, он вышивается полукрестом в 5 нитей. Это максимальное сложение в этой работе. И сложно, ну, тяжело все-таки это протягивается. Это идет без удовольствия, скажем. Поэтому решила вышивать его частями. Его довольно-таки много. Остальной полукрест вышивается в 4, в 3, в 2 нити. И с ним проблем нет. В 4 я продеваю, соединяю кончики. То есть, чтобы протягивать именно 4 нитки, а не 8 через канву. А вот с тем, который нужно вышивать в 5, конечно, уже так не получается. Приходится все 10 ниток тащить через основу. Это, конечно, не очень удобно. Вообще, в этот раз я начала с того, что я вышила бэкстич. То есть, решила я потихоньку, опять же, продвигать в этом направлении работу тоже. И я думаю, что вы можете заметить, вот здесь, на этой части мостовой у меня дошился бэк. В прошлый раз на нижний я вышила, в этот раз на верхний. И также вот здесь, вот эта конструкция тоже у меня полностью бэкстичем обведена теперь. Думаю, что в следующий раз, может быть, там я посмотрю просто по схеме, пока еще не проверяла. Но, может быть, тоже что-нибудь повышиваю еще бэком. Потому что, ну, так потихоньку, понемногу. И вроде бы тоже он вышивается и меньше остается на будущее. Давайте покажу вам вот так поближе эту часть. Ну, собственно, ее я в основном вышивала. Ну, в принципе, вплоть до вот этих моментов. Здесь тоже полукрест вышивала в этот раз. Вот так получается. Красота. Пока не очень понятно, что это за голубые такие пятна. Только, наверное, вот здесь вот видно на этом кусочке, что это домик. А на остальных, по-моему, не особенно заметно. Но это будут домики, всякие здания. Вот так у меня получилось продвинуть эту работу. Готово у меня на данный момент уже 53%. Конечно, мне хотелось бы, чтобы, может быть, 55% было. Ну, чтобы прям как-то ощутимее каждый раз продвигалась работа. Но 53% тоже хорошо. Тоже, в общем-то, я довольна. Так, и что я планирую делать дальше? А дальше у меня будет вот такой проект. И я думаю, что те, кто смотрели мои планы на осень, скорее всего, догадываются, что же это будет. Конечно же, это будет веселый скелетик по схеме Ирины Наниашвили. Сейчас я вам вставлю картинку. Здесь у нас вышивается работа на черной основе 32-го каунта. У меня это Белфаст. Вышивается нитками белыми. Дизайнер предлагает вышивать в сочетании с нитками, которые светятся в темноте. Я не хочу, чтобы мой скелетик светился в темноте. Поэтому я буду вышивать просто нитками DMC 5200. И помимо ниток здесь еще понадобится бисер. Я пока, к сожалению, не весь бисер приобрела. Но большая часть того, которого у меня нет, он нужен будет для сборки. Для вышивки достаточно будет ниток. Кстати, мне еще здесь понадобятся и черные нитки 310-е. Ну вот, что-то я забыла их положить. У меня есть нужный бисер десятка. А там еще нужен будет бисер такого же цвета, но более крупный. Я думаю, что я подберу, что у меня есть, кстати, какой-то более крупный бисер белого цвета. Безымянный. Я посмотрю, может быть, он мне подойдет. Но если не подойдет, значит, что-нибудь подберу, куплю. Пока я буду начинать вышивать каждый отдельный элемент. Здесь косточки вышиваются по большей части отдельно. Поэтому буду потихонечку приступать. Хочется мне его вышить в течение октября. Как быстро он пойдет, я не знаю. Потому что, ну, с одной стороны, вроде бы он не такой большой. И схема достаточно простая. С другой стороны, здесь все-таки вышивка с двух сторон выполняется. Поэтому, возможно, это будет не так быстро, как мне бы того хотелось. Посмотрю. Вот я сегодня повышеваю и, возможно, завтра. Ну, опять же, да, если за сегодня я что-то такое более-менее вышью, что будет уже интересно посмотреть, то, может быть, остановлюсь пока на этом. Если буду видеть, что нужно больше времени этой работе в общей сложности, тогда буду заниматься ей два вечера, чтобы уже сразу немножко побольше продвинуть. Что у меня будет получаться, покажу вам, конечно же, обязательно. Такой самый неоднозначный. Это у меня дизайн. Самый неоднозначный проект этой осени. Не знаю, что многие восприняли его, ну, как бы не очень хорошо. Хотя у него есть и поклонники тоже, безусловно. Ну, что ж, буду приступать, буду пробовать. У меня тут еще нужно проверить, в две нити или в три вышивать, потому что дизайнер предлагает в три. Но там сочетание, опять же, светящихся ниток и обычный. А вот как будет без светящихся, может быть, достаточно будет и в две. Так что надо попробовать. Я все планировала, хотела сделать это заранее, но так и не собралась. Вот так. Приступаю к работе. Покажу вам результат через секунду. Итак, вот такой у меня результат получился за один день. И что я могу сказать? Во-первых, вышивается, в принципе, хорошо. Я решила не вышивать в три нити. Точнее говоря, я решила попробовать начать вышивать в две нити. И если результат меня будет устраивать, то так и продолжить. Потому что не хотелось мне осложнять себе жизнь. Я думаю, что вы многие меня понимаете, что вышивать в три нити все-таки будет посложнее, ну, чтобы это получалось аккуратно, чем в две нити. Это во-первых. Во-вторых, учитывая то, что вышивка выполняется белым цветом, а на белом цвете все неровности, они заметны еще сильнее. Поэтому тоже был, в общем-то, пунктик, по которому я склонялась вышивать именно в две нити. Ну и потому что это все-таки 32 каунт, и на 32 каунте вышивать в три нити тоже, ну, как по мне, сомнительное удовольствие. К тому же черная основа, которая тоже не способствует легкому процессу, и я подумала, что вот исходя из совокупности всех этих факторов, все-таки лучше было бы вышивать, ну, удобнее было бы вышивать в две нити. Я начала вышивать в две, поняла, что в принципе результат меня устраивает. Да, чуть-чуть основа светит, но в целом, мне кажется, получается очень даже неплохо. Получается, что у меня тут есть крестик в две нити, крест в одну нить, полукрест в одну нить и бэкстич. Бэкстичи вышиваются черным цветом в две нити. Изначально я решила вышивать на пяльцах, на вот этих маленьких круглых норги, и потом поняла, что это не очень удобно. Ну, здесь видите, да, у меня вот эти вот окружности остались пока. Это неудобно, потому что большинство деталей будут все-таки достаточно длинными. Ну, вот здесь можно было бы так разместиться, но и то я же заранее там не знала, как у меня что получится, поэтому тоже, в общем-то, передвигала два раза. А сейчас, например, я вышиваю руки, а так как вышиваются сразу две стороны, и по верху они соединены, то вот у меня сейчас одна часть этой детали будет, да, и здесь рядом будет располагаться симметрично как бы вторая часть. Поэтому мне нужно бы побольше так пространства, чтобы было перед глазами, ну, это было бы просто удобнее, нежели постоянно-постоянно переставлять пяльца. Поэтому хочется мне эту работу пристроить на куснапы, попробую это сделать. Начинать, как всегда, было не очень удобно, потому что я опять заэкономилась, начала достаточно близко к краю, ну, именно вот с целью экономии, не с каких-то других соображений, так как это будет прикладная штучка, игрушка, точнее говоря, и здесь на сборку потребуется не так много пространства вокруг, то есть буквально, ну, там, сантиметр остается припусков, и все, этого будет достаточно. Поэтому между детальками тоже вот такое расстояние, не очень большое, потому что, ну, вот так надо будет их разрезать, и все этого будет для сборки достаточно. Вышивается интересно, мне нравится вышивать, в общем-то, и крестом в две нити нравится здесь вышивать, и крестом в одну, и нравится, как это сочетание работает, то есть как вот это, за счет вот этого сложения нити и полукреста еще дополнительно достигается объем. Плюс полукрест здесь идет в разные направления, и это тоже добавляет своего антуража, давайте, наверное, вот так вам покажу. Вот так, вот так, вот, вот, видите, полукрест, например, вот здесь идет в эту сторону, а здесь в эту сторону, вот здесь также, и на вот этой детальке тоже симметрично идет полукрест в разные стороны. Очень, так, реалистично, скажем так, получается. Бэк вышивается довольно-таки просто, что касается бэка, вот именно на самих деталях, ну, по крайней мере, пока я каких-то сложностей не заметила, но помимо того, что здесь бэк вышивается по крестикам, здесь еще бэком обшивается, причем через одну клеточку именно, то есть длина стежка в один крестик, обшивается полностью вот так вот деталька, чтобы потом можно было сшить, ну, вот этим швом через края, бескорнюшечным швом, так сказать. Поэтому вот эту линию, это самое сложное, что вышивается в этой работе для меня, потому что здесь нужно вышить эту линию черным по-черному. И вот это очень плохо видно, особенно вечером. Теперь вот, что касается особенностей вышивки на темной основе, да, насколько сложно или не сложно. Я, конечно, постаралась создать себе максимальное освещение, плюс я подсвечиваю всегда не только работу сверху, но и стараюсь, чтобы у меня еще дополнительная лампа стояла направленная, ну, не то чтобы снизу вверх, но чтобы вот внизу, так скажем, коленки мои, да, она тоже подсвечивала эта лампа, так легче вышивать, так лучше видно основу. Но все-таки вышивать вечером на черной основе, ну, тем более достаточно все-таки мелкой, не такое легкое занятие. Поэтому я решила сделать таким образом. Я не буду выбирать эту работу, ну, например, там на день или на два, и вот вышивать ее по вечерам. Я буду стараться уделять ей какое-то время днем, когда у меня будет такая возможность. Поэтому, как у меня будут появляться какие-то новые детальки, я буду вам показывать. Или, может быть, просто в конце недели каждый буду говорить, что вот в этой работе еще вышила вот столечка, вот столько у меня получилось. Скорее всего, это будет не быстро двигаться, я так полагаю, потому что, ну, днем не всегда есть время. Но буду потихонечку-потихонечку вышивать. В принципе, вышивается легко. То есть вот, ну, здесь, в общем-то, нет такая сложная схема, именно, да, что касается схемы, здесь все просто. Я надеюсь, что при дневном свете мне тоже будет проще. Я уже подумала вчера о том, что я зря так долго тянула со стартом. По идее, можно было начать эту работу еще чуть ли не в августе, да, схему я, по-моему, купила в августе или даже в конце июля. И поэтому можно было вышивать летом, пока вот световой день был длинный. Можно было, ну, даже, в общем-то, вечером еще солнышко уловить. А сейчас световой день, конечно же, намного меньше, и поэтому возможности им воспользоваться, соответственно, тоже меньше. Но, ладно, будем стараться. И если будет получаться уж очень медленно, возможно, иногда буду вышивать по вечерам, может быть, я буду делать какие-то стартовые, вот, ну, допустим, как сейчас у меня, вот рука начата, да, здесь дошивать там какие-то стежочки будет несложно и вечером. А вот, например, контурный вот этот шов, возможно, буду делать днем. Может быть, и так тоже я это разделю. Потому что вот именно самая большая сложность у меня именно с этим контурным швом. Так, ну что еще? Да, наверное, воспользуюсь все-таки я куснапами. И хотела вам показать кусочек схемы маленький. Ну, например, вот такой вот кусочек руки. Да? Ну, и вот там вот бэкстич, видите. То есть здесь вот такая несложная схема. Что мне понравилось, это то, что полукрест, он обозначен именно просто диагональной линией. И в каком направлении идет эта диагональная линия, в том мы его вышиваем. То есть, соответственно, если нарисован он вот так, то вот так вышиваем. Если нарисован в другую сторону, то, соответственно, в другую. Не нужно как-то там специально еще об этом задумываться. Вот просто как видишь, так и вышиваешь. Это очень удобно. И, ну, вот здесь вот потом бэкстич отдельно. Ну, и еще я вчера осознала как-то масштаб тоже этой работы. Она довольно большая. Я вчера попробовала посчитать крестики именно вот в голове, да, в черепе, ну, в двух вот этих детальках. У меня получилось, по-моему, что-то около тысячи. Чуть-чуть меньше или чуть больше, я уже забыла. Здесь, к сожалению, схема отдается только в PDF-файле, поэтому считать приходится вручную. Я вот вчера, когда посчитала, даже усомнилась. Думаю, неужели правда здесь вот около тысячи крестиков. Ну, это с учетом бэкстича я тоже посчитала. Поэтому, может быть, и да, действительно есть. Как-то кажется вроде такая небольшая деталька, но вот так вот. Вот такие планы насчет этой работы. Ну, мне нравится результат, очень нравится. Получается очень-очень круто. Я, конечно, понимаю, да, опять же, что сейчас, возможно, кто-то закрыл экран и сказал, нет-нет, я это смотреть не буду. Но все равно, согласитесь, что получается круто, даже если это вам не нравится. Ну, и что же я буду делать дальше, раз эту работу по вечерам я вышивать не буду. По вечерам я буду вышивать, соответственно, другую работу. И хочу я взять в этот раз сюжет, который, до которого, точнее говоря, не дошли у меня руки на прошлой неделе. И это осенний мой сюжет. Осенний был пол от Стони Крик. Я совершенно не навышивалась в тот момент, когда начала эту работу. И хотела продолжить, как может быть, вы помните, на прошлой неделе. Но тоже у меня не получилось. Поэтому хочу сейчас уделить время этой работе. И, наверное, уделю довольно-таки, ну, как много, пару дней уделю. Сегодня у меня вторник. И сегодняшний вечер и вечер среды я, пожалуй, посвящу именно этой работе. Надеюсь, что мне удастся хорошо продвинуть этот сюжет. Я уже вышла, ну, вот, наверное, вот этот листочек, вот этот почти, вот этот. Было бы круто, если бы у меня получилось вышить букву Н, хотя бы без вот этого текста, который находится рядом. Ну, я не знаю, может быть, сейчас как-то неадекватно тоже оцениваю объем. Поэтому я посмотрю, вот после того, как первую букву вышью, будет понятно, какого объема каждая буква, ну, примерно, да, хотя бы. Конечно, я понимаю, что они разные по размеру, по количеству крестиков. Например, вот эта, наверное, будет самая большая по количеству крестиков. Ну, или вот эта тоже. Остальные, наверное, плюс-минус одинаковы. Но все равно я думаю, что когда одну букву я завершу, я хотя бы буду приблизительно представлять себе вот этот вот объем каждой отдельной буквы. Так что вот таким замечательным осенним процессом я буду заниматься ближайшие два дня. Увидимся с вами, я так надеюсь, что в четверг. И покажу я вам, что у меня получилось в этой работе. Ну, может быть, и в скелетике тоже что-то добавится, и я вам покажу. Или, может быть, скелетик покажу уже в пятницу. Ну, вот что у меня получилось сделать за два вечера. И мне очень нравится результат. Получается здорово, получается очень насыщенно, ярко, красиво. И вышивается, я бы сказала, достаточно легко. Да, я вышиваю по саге, наверное, по бумажной схеме было бы сложнее вышивать. Именно поэтому я и заказала перенабор. И по программке вышивать достаточно просто. Я сначала хотела продолжить листочки, но потом поняла, что все-таки будет удобнее вышить букву, чтобы сразу вышивать некоторые цвета, которые используются в разных местах, уже ориентируясь на эту букву. То есть, я думаю, что как раз вот если посчитать вот то, что я вышила именно из букв в этот раз, вот эту часть, и добавить вот то, что здесь внизу, вот как раз будет что-то около тысячи, может быть, чуть меньше крестиков. Учитывая то, что эта часть вышивается вообще очень легко, даже несмотря на то, что я закрываю каждый крестик отдельно, за исключением вот этих мест, здесь, так как толщина буковки, толщина этого элемента в этом месте составляет всего два крестика, я вышиваю их вместе. То есть, не каждый из них отдельно, а по два крестика. И вполне все замечательно получается. Ну, а когда в более широких местах, там я уже закрываю каждый крестик отдельно, и тоже думаю, что переходы заметны. Мне переходы заметны. Думаю, что вам тоже должно быть видно. Давайте попробую показать вам поближе. Насколько видно или нет, посмотрим. Ну, мне кажется, красиво. Вот эти буквы вышиваются этой же ниточкой, джентл арт, то есть здесь тоже с переходами получается надпись, и тоже получается очень красиво. Вот здесь бэкстич вышивается в одну нить. Как видите, бэка немного. То есть, бэк идет на некоторых листочках внутри, на некоторых листочках вот такая вот ножка, листочка вышивается, и все. На вот этих вот желудях тоже еще есть бэк. Он вышивается легко, бэк квадратичный, все достаточно просто. Бэк вот здесь вышивается в одну нить. Буковки вышиваются в две нити. За счет этого они получаются более яркими. И я думаю, что переходы тоже более заметны. То есть, если бы вышивка выполнялась в одну нить, переходы, наверное, были бы менее читаемы. А так прям вот, ну, я вижу даже на вот этой маленькой части, вижу эти переходы, и мне нравится. Получается красиво, очень здорово. Из листочков у меня самый любимый вот этот нижний. Мне почему-то он очень нравится. И он еще, когда я его вышивала, так получилось, что вот эти я как-то, ну, хаотично все листочки вышивала, там, такими непонятными кусочками. А вот именно этот листочек, он у меня вышивался, начиная с центра. То есть, сначала я вышивала вот эти вот светлые части, а потом потихонечку добавляла, добавляла другие оттенки. Здесь их много используется. И когда именно я вышила уже последним, самым темным цветом по краям, ну, здесь некоторые места не полностью он обшивается, да, а в некоторых элементах, скажем, используется вот этот более темный цвет. Когда вышила, он прям приобрел какой-то вот завершенный вид и стал прям очень красивым. Вот, поэтому, не знаю, вот, особенно у меня любовь почему-то к этому листочку. Вышила я много. То есть, я вам уже сказала, что сама буковка, это уже около тысячи крестиков. Плюс, вышивала я много листочков. У меня вот этого не было вообще листа. Вот этого, по-моему, тоже не было. Дошивала еще пропуски в этих листочках. Бэкстич, опять же. И в итоге у меня получилось все вместе 1990 крестиков. Вот такой хороший результат. Я очень довольна. Я хотела вышить вот буковку хотя бы без вот этой надписи, но не утерпела. Мне очень было интересно попробовать вышивать этот текст, посмотреть, как получится. Поэтому я решила хотя бы начать его вышивать. Он, на самом деле, здесь более длинный. То есть, здесь вот в этой букве текста больше всего. То есть, прям вот так много. То есть, будет до самого верха. Ну вот, видимо, это уже останется на следующий раз. Просто мне было интересно. И я решила тоже эти буковки попробовать, повышивать. Очень красиво. Очень здорово получается. Я в восторге. 15% у меня уже работы готово. Что тоже приятно. Я даже не то, чтобы не ожидала, что будет так легко вышиваться. Наверное, просто предполагала, что может быть и сложнее. Потому что я знаю, что с Тони Крик далеко не все вышивается легко. И поэтому здесь я, конечно, довольна тем, как это вышивается. Но я думаю, что во многом именно благодаря перенабору. Так, что еще про эту работу сказать? Наверное, пока все. Пока я могу только хвалить. Пока я могу только радоваться тому, что получается. И откладываю эту работу. Теперь я уже повышевала. Теперь я уже прониклась этой работой. И у меня остается только сегодняшний вечер на то, чтобы еще что-то повышевать. И я решила, так скажем, закрывать долги. Ну, может быть, еще не совсем долги. Но, тем не менее, уже почти. Надо повышевать Алису. У меня сейчас предстоит 12 этап. И это будет вот эта часть. Вставлю вон сейчас картинку, что там должно быть. Там будет кухарка с блинами, с посудой. Какие-то там цветочки, бордюрчики, хрюшка забавная. И в общей сложности и так получается немаленький. Я так прикинула, там что-то в районе, по-моему, 1300 крестиков. То есть достаточно большой. Могу предположить, что сегодня у меня вышить это все не получится. Но сколько получится, столько получится. Столько я вам завтра и покажу. Ну вот, завтра увидимся. Подведем итоги этой недели и узнаем, что там у нас будет на следующей. Итак, сегодня пятница. А значит, мы с вами подводим итоги недели. И начнем с того, что вышивала я вчера Алису в Стране Чудес. Я неплохо ее повышивала. Но я ожидаемо не закончила вышивать этот этап. Потому что этап достаточно объемный. Я вышила 808 трестиков. И это немного больше половины. Мне еще осталось вышивать бордюрчик вот с этой стороны. Хрюшку. Это очень такой милый персонаж. Хотелось мне ее вышить вчера вечером. Но уже не успела. И еще будут здесь вверху цветы. Я вышиваю, естественно, свои интерпретации. Поэтому у меня цвета, конечно же, достаточно сильно отличаются. Солонки я просто сделала серенькие. Платье у кухарки я вышила по такому же принципу, как и у Алисы. Немного меня это сначала смутило. Потом думаю, все равно они выглядят по-разному. Как-то прям по-разному. Несмотря на одинаковые цвета. Поэтому пусть будет так. Но я все-таки добавила здесь еще один цвет. Это цвет волос у кухарки. Потому что металась каким же вышить. Черным не хотела. Опять же, чтобы не было слишком сильного контраста. И вот таким цветом не хотела. Потому что, ну, чтобы одинаковые они не были. Думала, какой же цвет взять. В итоге решила взять какой-нибудь коричневый. Под рукой у меня были ниточки от панельки Stony Creek. Поэтому оттуда взяла подходящий, на мой взгляд, цвет. 801, если я правильно помню. И вот им сделала прическу. Не думаю, что я его где-то еще буду использовать. Не знаю, конечно, может быть там. Мало ли, какие элементы будут впереди. Ну, вот здесь я решила немножечко отойти от той цветовой палитры, которую я использовала. Еще, что я сделала немножко по-другому. Это соль и перец. Здесь баночки вот эти одинаковые. А определяем мы, где соль, где перец. Соответственно, по содержимому. Содержимое у нас нарисовано над этими баночками. Вообще-то, по схеме вышивается это крестиками. Тоже просто крестиками. Но я решила сделать французскими узелками. Сначала начала французскими узелками в две нити. Но это получалось очень уж мощно. И ничуть не скромнее по размеру, чем крестики. Поэтому распорола и взяла одну нитку. Вышла, соответственно, соль белыми французскими узелками в одну нитку. Ну, а перец черными. Мне кажется, так тоже смотрится хорошо. Возможно, крестиками тоже было бы неплохо. Но как-то вот хотелось мне здесь уменьшить эти моменты, эти элементы. Вот такое продвижение. Потихонечку движемся. Надо дошивать. Наверное, сегодня уже будет следующий этап. Так что надо догонять. И также я вам обещала показать скелетик. Что я навышиваю за оставшиеся деньки. Планировала я вышивать днем, когда у меня будет время. Как оказалось, днем как-то очень сложно взяться. Тем более именно за эту работу. Она непростая. И между делом повышивать как-то не очень выходит. Я дошивала вот сегодня контур вокруг этих рук. Ну, это одна рука будет сшиваться. Сложно. Вот почему-то мне в этот раз контур дался намного сложнее, чем контур на черепе. Разверну вот так работу. Здесь у меня шерсть, конечно же. Куда ж мы без нее? Вот. Так вам покажу. Почему-то, когда я вышивала контур на черепе, да, мне было нелегко. Но я вышивала его ночью, там, с максимальным освещением. И я думала, что днем мне будет проще. Но вот я сегодня днем вышивала контур на руке. И я так устала. Просто очень сильно устала. То есть устали именно глаза. Ну, а когда напрягаешь глаза, тут уже напрягаются шеи, плечи. И, в общем, там пошло. То есть напряжение очень сильное какое-то у меня невероятное. Мне кажется, я часа два вышивала этот контур. Но здесь еще суть же в том, чтобы вышить каждую клеточку, да, каждый крестик. Да, стежки у нас длиною в один крестик. Поэтому не получается сократить. Не сделаешь стежок на несколько крестиков, тем самым не облегчишь себе работу. Потому что за эти стежки работа будет дальше сшиваться. Поэтому это принципиально важно. И просто я очень-очень утомилась. Как уже сказала, часа два, наверное, вышивала этот бэкстейч. Ну, может быть, часть времени я потратила на бэк, который внутри. Но там проще. Там, во-первых, я не в каждую клеточку делаю бэк. Во-вторых, там видно, потому что вышиваешь его уже по вышитым белым крестикам. Там есть на что ориентироваться. Вот здесь это очень как-то прям тяжко мне далось. Я даже не знаю, из-за чего. Может быть, из-за того, что здесь такие длинные-длинные линии. Или как-то со светом все-таки не очень. Потому что, несмотря на то, что день... Ну, в общем-то, света это не особенно добавляет. Потому что на улице очень пасмурно. И, возможно, все-таки лучше вышивать по вечерам. Ну, ладно. Когда есть время, тогда и вышивать. Просто включать максимальное количество света. Потому что сегодня, вышивая эту руку, я так задумалась о том, что сколько здесь еще элементов. И сколько мне еще предстоит вышить километров контура вокруг. И меня это немножечко испугало. Вот когда я вышила первый вот этот элемент, я спокойно, абсолютно воспринимала ситуацию. А вот здесь что-то меня это напугало. Тем более, что, понимаете, да, какие-то элементы нужно будет вышивать дважды. Например, вот этот мне нужно будет вышить еще раз. Поэтому не знаю пока, какую тактику мне избрать с этим процессом. Мне результат очень нравится. Мне нравится то, что получается просто очень. Поэтому я, безусловно, буду продолжать вышивать эту работу. Как вы видите, я переехала на Куснапы. И это удобнее, потому что, ну вот, рука у меня полностью входит. Да, и потом над рукой я буду следующий элемент вышивать. Такой же вот сейчас тоже будет нормально. И по расположению, ну, в принципе, я смотрю на то расположение, которое указано в инструкции. То есть там есть примерное расположение деталей. Я на него и ориентируюсь. Можно, конечно, еще облегчить себе жизнь. И взять не черную нитку, а, по-моему, если я правильно помню, 37,99. Ирина еще предлагает в инструкции взять, если совсем тяжело вышивать черным цветом. Ну, мне же хочется, чтобы было минимально видно потом, после того, как я эту игрушку соберу. Поэтому, конечно же, мне хочется черным цветом, чтобы у меня был контур. Ну, в общем, как по итогу я с этим справлюсь, пока не знаю, пока не знаю, посмотрим. Но буду стараться что-нибудь делать, продвигать эту работу. Вышивать здесь все-таки много. И если вот здесь я насчитала 1125 крестиков, то вот в этом элементе я насчитала 932 крестика. Ну, вот так. Я не знаю, насколько я права на самом деле, но вот так насчитала. Вставляю вам табличку за эту неделю. Эта неделя у меня такая была прям очень продуктивная и очень разнообразная. То есть 5 процессов я успела повышивать. Сейчас посмотрела, сама удивилась. И она результативная получилась именно по количеству крестиков. 7261. У меня давно таких рекордов не было. Так что, конечно же, я результатами довольна. Да, здесь есть некоторые условности, потому что в мышке я написала примерно 1000 крестиков, хотя по факту именно крестиков там меньше. Бэк я не считала. Я так накинула там сколько-то на бэк и на сборку. И в скелетике, в общем-то, тоже я вроде бы старалась считать правильно, но насколько там все я учла или не учла, я не знаю. Может быть, тоже кто-то скажет, что неправильно посчитала. Но суть не в этом на самом деле. Я считаю количество крестиков больше так приблизительно для понимания, опять же, своей скорости. Хотя, в принципе, так-то я скорость понимаю уже теперь. Но просто интересно, насколько результативно от той или иной недели у меня получилось. Ну вот, такой результат. И я сейчас вставлю вам еще табличку по осенним стартам своим. Так она выглядит сейчас. Восемь уже процессов у меня начато. Из них три завершено. И, в общем-то, уже половина начата. То есть нельзя сказать, что половина сделана, но половина начата. Вот такие у меня продвижения на этой неделе. Если бы каждая неделя была такой, я бы, наверное, все запланированное успела сделать. Но, к сожалению, я сомневаюсь, что такое возможно. И давайте бросим кубик. Узнаем, что же я буду вышивать в обязательном порядке на следующей неделе. Вспоминайте, какие у вас процессы под какой цифрой. Ну, я, конечно же, имею в виду тех, кто играет в игру «Вышить все». У меня под единицей в лучах заката Риолис. Два прибрежный вид Dimensions. Три лунгдок. Четыре Риолис сказочная долина. Пять, опять же, Риолис цветочная панелька. Шесть это лансвид подсолнухи. Я надеюсь на четыре, пять, шесть. Хотя, конечно, троечка меня, безусловно, тоже очень порадует. Потому что просто четыре, пять, шесть очень давно не выпадали. Ну, у меня эти процессы давно в работе не были. Вот, поэтому я больше рассчитываю на них. Ну, а лунгдок я всегда не против повышевать. В лучах заката и прибрежный вид, опять же, ничего против не имею. Но они неплохо, в общем-то, вышивались в последнее время. Так что, давайте начнем. Мне сказали, что надо как-то по-разному, в разные стороны трясти стаканчик. Ну, давайте попробуем. В разных сторонах. Так, ну что? Открываем, смотрим. Четыре, пять, шесть. Четыре. Четыре. И это сказочная долина. Замечательно. Я очень рада этому процессу. Тем более, что несколько человек мне писали под видео на прошлой неделе, под прошлым субботним, что соскучились по этому процессу. Я тоже соскучилась. И поэтому с удовольствием повышеваю эту работу. Это будет отдых для глаз просто. После скелетика. После каких-то вот этих малипусечек типа мышки. Это будет прям вот кайф-кайф, конечно же. Десятая канва в три нити с шерстью. Красота. Так, что еще я хотела сказать. Я приглашаю вас на прямой эфир, который состоится в среду в 6 часов вечера по московскому времени. Буду рада, если вы напишете под видео какие-то свои вопросы, либо темы для обсуждения. В общем, поможете мне как-то с проведением прямого эфира. Ну и обязательно приходите на него. Буду рада всех видеть в чате. Надеюсь, что все сложится и мы с вами обязательно увидимся в среду. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok